Спасибо большое. Я хотел бы прежде всего поблагодарить организаторов и ведущих за столь любезное приглашение на это торжественное мероприятие и за возможность поделиться своими выводами перед коллегами, старшими и младшими. Это очень радостно, тем более, что я впервые вообще в Казани. В отличие от звучавших уже сегодня определений империи, я бы сразу же сформулировал свое понимание. Мы, когда речь пойдет о развитии политических представлений в России конца XV и XVI века, будем ко власти относиться как к символическому излишеству. То есть власть – это, в принципе, такая структура, которая предполагает излишество доминативного типа. И империя – это такой избыток излишества. То есть в этом смысле из антропологической оптики было бы интересно посмотреть, как в Евразии конкурируют эти избытки излишеств. Да, возвращаясь здесь и к антропологии Дара, и к социологии Гоффмана, и ко многим другим концепциям, в которых империя все-таки не мыслится как данность, как органическая система, а мыслится как система привнесенная. Отношения Великого княжества Московского и русского государства с восточными и степными соседями в конце XV века предполагали противоречивые логики, которые не сводились к единой политической программе. Противостояние с ханом Ахматом закончилось отказом от выплаты дани в Орду и появлением в российском политическом языке Орды вместо одной Орды. На смену пришли договорные отношения с Крымской Ордой, предполагавшие военные союзы и выплату даров и поминок. Ростовский иерарх Васян Рыла отстаивал в своем известном послании 1480 года царские права Ивана III, объявив узурпатором хана Ахмата. Этот взгляд не повлиял на посольскую практику в Москве, но воспринимался как политическая программа. Царь Московский должен был не подчиниться подлинному царю Ордынскому вместо узурпатору, а отменить власть ордынских царей как таковую. Вариациями этой программы стали отмеченный Антоном Анатольевичем Горским переход от упоминаний в договорах о посольском деле Орд вместо единой Орды около 1472-1773 годов и изученный германским коллегой Кристофом Витцинратом в его недавней работе, комплекс учений о спасительном исходе русских из татарского плена. Комплекс этот представлял империю как спасительный круг, единственно позволяющий освободиться от ига. Можно развить эти наблюдения и в плане конкуренции высших светских титулов. В Москве продолжали признавать царский титул ордынских правителей, однако ни доминирования Большой Орды или Крыма над Казанию Астраханью, Харжетаханом, ни власти гиреев в русских землях и Москве не признавали. Под влиянием Софьи Палеолог и ученых греков из ее окружения все чаще возникали надежды на наследование царского титула, что до смерти титульного Василевса Андрея Палеолога в 1502 году было проблематичным. И отсутствие царского титула в правлении Ивана III компенсировалось запретом в посольском деле Москвы на перевод великокняжеского титула в качестве более низкого, чем царский, например, верховным герцогским или эрцгерцогским титулом, при том, что контрагенты пользовались этими титулами для определения объема московской власти. В самой Москве такой перевод был и позднее оставался невозможным. А также царским венчанием внука Ивана III в качестве наследника престола и царевича. Цесарь-внук превращал его деда в Василевс. Это были новации, учитывая, что сам Иван III был лишь соправителем великим князем при своем отце, а свой великокняжеский титул в 1489-1990 годах попытался предать забвению. Позднее обе эти логики, и непереводимо великокняжеское, и царское византийское, сохранились и объединились между собой в развлечении восточных и московских монархов. С декабря 1546-января 1547 года в России одержала верх византийская доктрина имперского статуса, тогда как отличие между властью в русском государстве и монархией гиреев оставалось не в царском титуле, а именно в великокняжеском. Ханы и их потомство считались царями и царевичами, тогда как суверены Москвы на их фоне возвеличивались за счет сдвоенного титула царя и великого князя. Казалось бы, великокняжеский титул, но он с точки зрения московской посольской практики давал преимущество царю московскому перед царями ордынским. Московские царевичи были царевичами и князьями, то есть также высшие по статусу ордынских царевичей. Вряд ли эту тонкость понимали в орде и ее не признавали ни в Священной Римской империи, не считая одного эпизода с грамотой от 4 августа 1514 года, ни в Османской империи, где в 1546 году был признан лишь королевский титул московского великого князя, намеренно переведенный в Москве в переводе турецкой грамоты как царский. В Европе было хорошо известно о татарской зависимости русских земель. Сам регион, частью или соседом которого была Московия, появился на европейских картах XVI века под названием Тартария. Совместные усилия московских дипломатов и историков XVI века были направлены на доказательство обратной зависимости. Посольский приказ XVI века подчинил историю отношений Руси с остатками орды своим задачам. Претензия на исконные русские земли возникла еще в период ордынского владычества и поддерживалась ханами, прежде всего для поддержания напряжения в государствах, соседствующих с даническим великим княжеством Владимирским и московским. В этом смысле нет принципиальных отличий между болгарской легендой происхождения Казани, возникшей еще во многом под ордынским влиянием в конце XV века, и прозвучавшей лишь однажды в русском летописании в середине XVI века «Тамутараканская легенда возникновения Астраханя», которой очень много дискуссий, но я склоняюсь к тому, что все-таки эта легенда, вошедшая в официальный летописный свод в исполнении самого царя около 1554 года, была воспринята Москве как данность, а не как формальность, хотя она не дала больших последствий в московском посольском деле. Право на всю Руссию великие князья московские начали отстаивать не в борьбе с Великим княжеством Литовским, а с потомками Лук Мухаммеда и Менгри Гиреи, и лишь при относительных успехах этой борьбы в степной политике Москве удавалось продвигаться к утверждению своих притязаний на владении гелонов. Южные и восточные пределы России соприкасались с царствами неверных, отношение к которым как в мирное, так и в военное время не отличалось терпимостью завоевания и полное подчинение христианскому царю считалось предпочтительным. Господство над Казанским ханством было заявлено в титульном определении Ивана Третьего «Болгарский», возникшем между мартом 1489 года и 16 августа 1490 года. В зарождении этого определения исследователи связывают с протекторатом Ивана Третьего над Казанью, установленным в 1487 году. Однако формальная связь, как мне видится, была иная. Как показала Макдонна Гаштон, как раз в этот период, не позднее марта 1489 года и вплоть до августа 1490 года, Иван Третий попытался полностью отказаться от великокняжеского титула, сохранив за собой господарский титул «Всея Руси», признанный в Великом княжестве Литовском, лишь в 1494 году, и сохранив при этом еще и царский титул, который, тем не менее, использовали к тому времени далеко не все европейские правительства, как правило, правители и подданные второго ряда. Таким образом, появление болгарского определения совпало с моментом возвращения великокняжеского титула, а следовательно, он связан был не с событиями в Казани, а с пересмотром политической идеи наследования царской власти. Вместо царства, которое продолжало отождествляться с ордынским наследием, Иван Третий вернулся к русским древностям, подняв статус великокняжеской власти и отстаивая его исконность, при этом распространил эту самую великокняжескую власть не только на Казани. В русских летописях в состав булгарской земли включались Булгар, Казань, Жукотин, Керменчук и иные много городов. Как показал Мавлявеевич Исхаков, господство Казани над Булгарской областью подчеркивалось и в сочинении татарского писателя Хаджи Тархани 1550 года. Эту власть в Москве стремились как бы забыть, не замечая, в прошлом ни Казани, ни ее подвластных. В московских официальных летописях с конца XV века появляются рассказы о том, что булгары платили дань князя Владимира Святославича, чей статус был переосмыслен сначала как великокняжеский, хотя Владимир Святославич великим князем не был, а затем как царский. По всей видимости, уже с конца XV века и в середине XVI века иконы с изображением Владимира Святославича как царя, венце, в окружении Бориса и Глеба часто демонстрировались даже на посольских приемах в доказательство того, что царский титул на Руси исконный и что он принадлежит предкам Ивана Гроза. По данным свода митрополита Данила, конца 1520-х годов на Волжских и Камских булгар ходили в древности князь Кий, а в 1996-1997 годах приблизительно их одолел и пленил Владимир Святославич, причем согласно летописи болгары, те, цитирую, иже нарицаются казанцы. Виновником недопонимания европейцами политического устройства в Евразии посольский приказ считал Сигизмунд Герберштейн. С точки зрения Москвы в Европе недопонимание этой московской специфики выросло из неправильного перевода и неправильного отношения к тому, как посольский приказ сформулировал свои взгляды перед европейскими контрагентами. Будто бы это Герберштейн в 1517 году узнал при московском дворе, что Иван III татарам неверным царство Казанское отдал. Так Герберштейн писал великому князю на переговорах в Москве 10 ноября 1517 года. Его исправили со словами «И на Жигемонте», то есть Сигизмунд, к нему обращались, «И на Жигемонте то, говоришь, не гораздо». И ему было отвечено, что еще при предках московского государя и ныне по тем местам живут цари и царевичи нашим жалованием, да и иным многим царям и царевичам, которые нам служат, даем в своих господарствах места, свои жалования, то есть тоже как наши пожалования. Тем не менее, в переговорах Василия Третьяка Губина с турецким султаном Сулейманом в 1521 году казанские цари от Махмуда Мамутяка до Махмеда Мина, то есть Магмеда Мина, признаны были русской стороной опришными. Это можно понимать и как независимыми, и как сепаратно обособившимися, отступившими от соглашений. Дискуссия будет большая. Что именно хотели сказать в Москве? Слово «опришный» раскрыло себя позднее еще и в политике Ивана Грозного, здесь балансируя между этими двумя значениями. С начала 1520-х годов на фоне противостояния заказаний между Москвой и Крымом, то есть с времен внедрения в церемониальную практику Москвы сказания о князьях Владимирских, ведущей в русском государстве становится идея о казанском ханстве как издревле изначало истори отчени наших московских князей, как тогда писали. На переговорах с Саиб-Гиреем звучали ссылки на старые летописи, которыми утверждается право великих князей на владение казанским ханством, уже начиная с Ивана III. Здесь, конечно, таким вот клаймакс, вершиной этих событий становится знаменитая речь 1552 года, произнесенная в Золотой палате Иваном Грозным перед походом на Казань в 1552 году. В своей речи царь объяснял необходимость войны на примерах из эфиопской и русской истории, но особое внимание уделил своему царственному происхождению от якобы захватившего царство греческое Владимира Мономаха. То есть на 1552 год слияние между булгарской версией доминирования и греческой, изложенной в сказании о князях Владимирских, уже состоялось. Это было уже прямое вторжение в казанские дела Москвы, оптики сказаний о князях Владимирских, памятника рубежа 1510-20-х годов, который стремительно наполнил публичные тексты и визуальные памятники после венчания Ивана IV на царство. Сказание наложилось на болгарскую легенду московской власти конца XV века. И произошло это только тогда, когда был взят курс на завоевание казанского ханства с целью последующего вхождения в качестве одного из царств под властью московского царя. Значит ли это, что запрет на память, политическое забвение «Домнацио мемория» Казани в болгарском титуле было более мягкой формой, чем внедрение идей сказаний. К такому выводу подталкивает то, что завоевание Ливонии, начавшееся в 1558 году, проходило по модели «Домнационис мемории», то есть по модели, которая как раз-таки допускала некоторую степень автономии и даже политического суверенитета Ливонии. В этом смысле модель Булгара, как прародины казанского ханства, оказывалась не столь травматичной и болезненной для казанского суверенитета, как модель, предложенная в сказании о князях Владимирских. Поскольку события 1558 года показывали, что в Москве допускали не только различные формы существования Ливонии, но и соединение двух различных версий отношения к Ливонии. Одна из них предполагала, что эта территория исканий русская от Ярослава Мудрого и назывались даже даты, когда именно был построен Юрьев и как утверждалось православие на Ливонской земле. А другая версия предполагала право московской власти по своему происхождению от Пруса, легендарного брата императора Октавиана Августа, на Пруссию. При этом было понятно, что Пруссия – это независимое государство, и на Пруссию Москва ни в 1558 году, ни даже в 1582 году, уже накануне Ямзо-Польского мира, не претендовала. Казанские походы конца 40-х и начала 50-х годов сформировали в Москве новое понимание отношений между христианским и казанским царством. Царь должен был оправдывать надежду своих советников на продолжение военного покорения бусурманского рода под свою саблю. Война представлена в посольских текстах этого времени как древнее противостояние христианства и ислама, которое царю дано победоносно завершить, уничтожив всех казанских бусурман, выведя лучших людей в Москву, сокрушив мечети и на их месте воздвигнув церкви. Здесь, конечно, надо учитывать, что эти переговоры касались только отношений между Москвой и европейскими контрагентами, и звучали они в первую очередь в польско-литовском и в имперском направлениях. Там вот этот анти-исламский дискурс был наиболее развит и особенно ярко проявил себя в знаменитом послании Ивана Грозного, адресованном к Абенцелю принцу, послам Максимилиана II в 1575-76 году. Учитывая, что это послание было распространено во множестве копий в Европе на нескольких языках, оно даже сейчас еще известно, можно судить о том, что планы Ивана Грозного по такой вот, можно сказать, антиисламской войне, большой войне христианских государств против ислама были для Европы очень значимым фактором, политическим фактором в 1570-е годы. Подтекст этой своеобразной милости был определен, заключался в том Божьей милости, которая и дала эти царства, мусульманские царства Москве, заключался в том, что к русскому царству прибавилось еще одно царство, и Великое княжество Литовское должно было на этом основании за московским государем признать царский титул. Эти переговоры велись с разным успехом и в 50-е годы, и в 60-е, особенно накануне Люблинской унии 1569 года, и на рубеже 70-х-80-х годов, когда Антоний Посевина, легат Святого престола, получил наказ соглашаться на признание царского титула в том случае, если московский монарх согласится принять католичество. Как некоторое отступление в риторическом оформлении взятия Казани может рассматриваться встреча царя в середине октября 1552 года в Нижнем Новгороде представителями царицы Анастасии, князя Юрия Васильевича, митрополита Макария, и здравствовавший господарю на его Богом дарованной в отчине царстве Казанском. В этот период в переговорах с литовскими послами извечное право московских государей на Казань не объявлялось, а московским представителям приходилось оправдываться, отвечать на вопрос, Казань от вашего господаря опять ли отложилось. И приходилось отвечать, которые люди побиты, те себе отложили, назад им не бывать. Которые же не побиты, и я с тех ведаю, что господарю дают, должен был говорить посол в переговорах с литовскими контрагентами. Ну, конечно, здесь бывали и более радикальные версии, особенно учитывая, что за 1559 годы прошла не одна война за освобождение Казанской земли от московской оккупации. Эти войны закончились все-таки поражением, и их в посольском приказе неоднократно упоминали, все более и более сгущая краски в оценках повстанцев. Ну и, конечно, мы находим в разных источниках этого времени такие довольно суровые оценки. К 1580-81 году в посольском приказе сложилась устойчивая формула, которая использовалась на переговорах. «Казанское царство великое», было сказано в ответе Антонио Пассивино. «Изначало садились цари на царство на Казанское из рук господарей российских, которого царя на Казанской земле господарей наши московские цари-великие князи посадят на Казани, те цари и были на царстве на Казанском». То есть политическая независимость, политическая автономия, все к этому времени было вычеркнуто из прошлого. Взятие Казани было использовано на переговорах с европейскими контрагентами. Как я уже сказал, этот опыт был значим именно потому, что он показывал, насколько события на Востоке значимы для ведения переговоров на Западе. Собственно, это был очень важный зеркальный момент. У Ивры Ноймана, такого знаменитого антрополога политического, есть как раз идея о том, что Россия – это такое зеркало европейской идентичности. В своем роде взятие Казани было важным для конструирования идей борьбы за русскую землю, потому что именно поволжская, русская земля возникла раньше, чем та русская земля, которая упоминается в переговорах с Великим княжеством литовским. Сибирь – это очень спорный момент. Мы не будем сейчас останавливаться на ней за не менее времени, но нужно учитывать, что несмотря на появление в титуле московских великих князей трех царств в 1552-55 годах, корона оставалась одна. Вот эта, собственно, казанская корона вызвала большую дискуссию, в ходе которой возник вопрос о том, было ли повторное венчание после взятия Казани. Москва старательно избегала любых повторных венчаний, и первая задача в 50-е годы заключалась для московских властей в том, чтобы отказывать контрагентам в необходимости нового венчания. На этом была построена переговорная линия в 1551 году, когда Иван Грозный отправил в святой престол своих представителей за короной, но не планировал, естественно, венчание по католическому обряду. На этом был построен долгий очень такой путь переговоров с 1557 по 1561 год с Константинопольским патриархатом, потому что сначала очень просили признать венчание, потом, значит, Константинополь в восточной патриархии не признали. Потом был вопрос о том, чтобы использовать книгу царского венчания по византийскому образцу, за который послали специального агента Феодорита Кольского. Он ее привез, но это не значит, что прошло повторное венчание, потому что посольский приказ все еще боролся с греческими восточными патриархами за уже полную, готовую, исполненную легитимность. И это очень интересный момент, показывающий, что для Москвы взятие Казани было более значимым моментом, чем последующие события в Астрахани и в Сибири. Присоединение этих титулов вовсе не воспринималось в XVI веке как стимул к тому, чтобы повторить венчание на царство или сделать необходимым такое тройное или четверное венчание. Такой необходимости не испытывали вплоть до, по меньшей мере, до создания третьей короны. А на протяжении всего XVI века корона восточного правления была одна, только казанская. При Федоре Ивановиче была создана еще одна великая корона, но она к этим событиям может не иметь прямого отношения. Заканчивая этот краткий обзор, я бы хотел сконцентрироваться на новом качестве московской монархии к моменту, когда вот, собственно, этот избыток излишеств, эта имперская идея наполнилась множеством противоречивых и часто взаимно противоречащих между собой концепций. Собственно, в 50-е годы XVI века и возник комплекс представлений, которые при Иване Грозном попытались вывести на всеобщую имперскую идею. То есть, собственно говоря, на идею доминирования Москвы над всем миром. Казанский летописец содержит готовую историю побед русских князей над греками в разделе о совете царя с боярами. И здесь упоминается уже в казанском летописце пленение греческой земли Святославом Игоревичем, завоевание его сына Владимира, как и взя великий град Курсунь и иные земля, и поход Владимира Мономаха на царство греческое. Все это служит предисловием к посольству митрополита Неофита с епископами Митулинским, Милитейским, Стратигом Антиохийским Иваном, Гемоном Юрусалимским Евстафием и другими благородными мужами к Владимиру Всеволочу. Посольство приносит царю помимо драгоценностей дары, царский венец, багреницу, скифитер, сердоликову крабицу, из нея же еще великий август, римский кесарь на вечерях своих, пия и веселяшся. И, как я уже говорил, речь царя в летописце содержит упоминание князя Владимира I еще без намеков на его венчание на царство, которое в посольском деле появляется уже после взятия Казани. Это позволяет думать, что текст казанского летописца, в этот текст включено предвоенное выступление царя без существенной смысловой переработки. То есть я склоняюсь к тому, что версия казанского летописца, хоть и позднего по происхождению, является очень ранней и, может быть, действительно достаточно оригинальной и восходящей непосредственно к событиям 1552 года. В то же время имя Святослава Игоревича прозвучит в посольских делах на переговорах с посольством Стефана Батори в 1578 году в доказательство прав России не только на Царьград, но и на Вену, до которой князь-язычник будто бы доходил по Дуная во время своих болгарских походов. Грань между планами на русскую землю и мировым господством была между этими двумя событиями, между речью Ивана Грозного в 1552 году и переговорами с посольством Стефана Батори в 1578 году, была преодолена. Хотя нигде этот переход не был сформулирован как единый комплекс представлений. Его дается реконструировать на основе разрозненных упоминаний в посольской практике и в церемониальных текстах. И как ни парадоксально, не фигура христианских правителей, а именно фигура язычника князя Святослава Игоревича стала объединительной для имперской идеи и предполагала господство Москвы не только над христианскими государствами, но и над всем миром, поскольку к большому счету, если и Священная Римская империя была на самом деле вторично по отношению к русской земле, то никто из оставшихся государств конкурировать с Москвой больше не мог. Спасибо. 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 Спасибо.